АААААААА да я был вотчу его то врем defence всем привет друзья с вами Гомель КарлБарт и мы продолжаем смотреть турнир клавы гленций по телу total lora ы сегодня будем смотреть бой очередной бой вернее сказать игроковый не представляешь monter installers это не аббат играющий за бургундию первый групповой этап и в этом боем будет встречаться против фракции ломбардия за ломбарда у нас играет игрок без кланов это baby killer давайте посмотрим на фракции на составы но бургундия явно сильнее лангобардов за счет того что очень сильная ударная кавалерия за счет того что есть двуручные топоры стрелки хорошие в общем бургундия фракция посильнее ломбарды послабее но нельзя сказать что они абсолютные аутсайдеры начнем смотреть составы начнем с состава за бургундию но я так вижу что составу не оба да примерно такой же как и в предыдущих боях 4 отряда бургундских топорщиков 4 царских воинов с дротиками 2 отряда бородатых конников войны с дротиками до бородаты стрелки представлены четырьмя отрядами залповых метателей одним отрядом германских лучников и одним отрядом минеральской охраны это бургундская гвардия плюс к ним само собой пехота это четыре отряда знатных германских мечников что взял baby killer на этот бой три отряда людей года на три отряда избранников года на генерал германская знать два отряда копейщиков это опытные германские копейщики стрелки представлены четырьмя отрядами германских лучников кавалерия представлена двумя отрядами знатных германских конников и германскими пикинерами ударная кавалерия в количестве четырех штук но по построению вот я считаю что построение игроков перед началом боя и во время боя она показывает уровень мастерства игроков очень 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 сильно я на это всегда обращаю большое внимание и по этому аспекту можно сделать вывод об уровне игрока чем соответственно шире строить свои войска игрок тем он более сильный тем лучше у него должен быть микроконтроль тем больше должно быть понимание игры и чем более узкое построение войск у игрока тем хуже у него микроконтроль и тем меньше он понимает в игре но это чисто моя точка зрения могу я конечно ошибаться может построение быть продиктовано тактическими какими-то решениями на бой у игроков возможно я прав возможно я ошибаюсь и так baby killer стиль этого игрока именно просто ломиться вперед всегда он играет без раскачки без тактических изысков просто всегда щемится вперед и вот здесь решает ошибку один отряд царских воинов с дротиками принимает на себя два отряда ломбардской кавалерии это отряд германских пикинеров и отряд германских конников сюда в бой тут же подбегает бургундские топорщики которые сейчас ближнем бою будут разрубать эту кавалерию да вот видите кавалерия завязла ударная конница бургунда вышла из боя в свою очередь наловить тоже начинает выводить baby killer свою кавалерию но конец посадки гигантские потери она понесла очень серьезные потери тем временем здесь на этом фланге получается правый фланг бургунди и левый фланг ломбардии продолжаются очень сильные боестолкновения замесы ну что здесь можно сказать явный перевес здесь у бургундии за счет того что прежде всего бургунды превосходят по кавалерии царские воины с дротиками это очень очень сильная кавалерия и вот здесь происходит еще один фатальный момент для ломбардии теряется генерал просто сносят его царские воины с дротиками в лобовом чарджа уничтожают отряд генеральской охраны германскую знать на просто с натиском врезаются и истребляют сюда топоры заходят сейчас генерал убежит а потеря генерала в отеле играет очень важную роль и отряды очень сильно начинают паниковать когда погибает генерал ну фланг разгромлен смотрим что дальше происходит но здесь добирает добирает не аббат остатки 8 на своем правом фланге на остатки ломбардских войск ставим обычную скорость начинается уже здесь бои и на центре на миду есть попытка попытка отчаянная попытка протащить войска через отряд знантами германских мечников и убить генерала тем самым попробовать изменить ход боя но думаю что нам чисто визуально видно что шансов есть уже очень очень мало остается у ломбарди можно сказать что левый фланг бургундии даже не вступил в бой у ломбарда уже очень очень мало войск остается очень очень мало фактически остаются огнелучники и отряды избранников годуна избранники годуна это конечно же сильные ребята но в одиночку они ничего не могут делать очень уязвимы они для чарджа и кавалерии у бургундии одна из самых сильных шоковых кавалерий так что шансов особо никаких не имеется возможно был неправильно подобран состав у ломбардов да на этот бы может стоило брать я не знаю больше 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 стрелков как вариант возможно стоило брать воинов да спеших воинов с дубинами очень неплохие ребята в стене счетов но не знаю итак друзья цифры на ваших экранах смотрим что показала кавалерия прежде всего но эти бордаты войны с дротиками 192 человека один отряда был другой 79 царские войны с дротиками но в принципе норму выполнили вырубили всю кавалерию кавалерию ломбардов и дальше помогали своей пехоте топорщики опять-таки я в котором замечаю что очень хреново отыграл топорами не аббат надо ему этот момент конечно же исправить всегда всегда вот эти топоры они не дорабатывают и знатные германские мечники но в принципе ничего особенного не показали ломбардия что показала несмотря на то что бой был слит причем слит очень-очень-очень сокрушительно кавалерия успела на нашмалять и нашмалял она неплохо 131 202 123 но вот правда три отряда они немножечко подслились возможно в этом и кроется причина поражения лучники очень неплохо нашмаляли 40 60 47 40 довольно неплохие цифру для такого короткого боя пехота ничего не смогла показать но она страдала чарджов кавалерии копейщики убили 44 70 человек но не на стоило ли их вообще брать копейщики в отеле они особо себя не показывают так что наверное была ошибка именно брать копейщиков генерал умер и никого не забрал с собой на тот свет 0 человек слился снял мораль своим ребятам надо конечно же генерала беречь держать его в тылу это тоже одна из причин поражения в этом бою baby killer что друзья мои с вами был гавиль карбарк надеюсь вам понравилось ставьте лайк подписывайтесь комментируйте увидимся в следующих видео бай бай